Ежедневно вы мне задаете вопросы о том, где я учусь, как мне нравится или как я поступала, какие экзамены я сдавала и так далее и тому подобное. И сегодня я решила в этом видео раскрыть тему моего вуза, то, где я учусь, как я туда поступала, нравится мне или нет, какие-то нюансы с преподаванием, преподавателями и так далее. И я сейчас вам все расскажу, как это есть у меня, как по моим ощущениям, как по моему опыту, который я уже прошла за этот почти год. И вы побольше узнаете о нашем вузе, в котором я учусь. Первое. Как я поступала? Вы знаете то, что я хотела поступать в совсем другой вуз, и я туда не поступила. Я просто не прошла туда по баллам и поняла то, что ну все, что делать, документы здесь, я в Добрянке. Я начала экстренно искать какие-то варианты, которые еще дают тебе возможность успеть поступить куда-либо. И я случайно нашла СПБГ, ТИ, Технологический институт в Санкт-Петербурге. Я им написала, затем мы с ними созвонились, и мне сказали, нет, уже поздно, ты уже не можешь как бы подать. Все документы уже у нас, которые нам нужны. И потом, буквально в конце нашего разговора, когда я сказала, что же мне делать, мне спросили, а сколько у тебя баллов? Я назвала свою сумму, и мне сказали, да, да, тогда ты точно можешь, типа у тебя хорошие-хорошие баллы. Приезжай, если приедешь в течение трех дней, то ты поступишь, ты будешь у нас учиться без проблем. Опять же, я говорю, что у нас факультет экономики и менеджмента, он только платный. То есть, даже если у вас супер шикарные баллы, вы не поступите там на бюджет, его просто нет. Но в других факультетах есть. И получается, вы помните мой семичасовой, так скажем, пребывание в Санкт-Петербурге. Я снимала влог, я перенесла документы, и все, получается, я поступила. Но, честно вам признаюсь, я не знала о нем абсолютно ничего. Я почитала на сайте, но вы знаете, как пишут на сайте, и то, что там ничего не становится понятно. Я начала писать людям, которые там уже учатся. То есть, это самый проверенный способ понять, как кому вуз. Поэтому, выбирая вуз в этом году, я знаю, многие из вас его будут выбирать, прям пишите студентам, они с радостью вам расскажут, что, как, зачем, нравится им или нет. Могут ли они найти, не знаю, профессию уже по специальности и так далее. Потому что многие уже работают по специальности, когда они учатся. И тем людям, которые меня написала, они уже работали по специальности. Это меня, конечно, подкупило, подкупило моих родителей. Они сказали, ладно, окей, поедешь, будешь хотя бы работать по специальности. Ну, об этом чуточку позже, наверное. И, опять же, многие почему-то из вас не знают, на кого я учусь. Я учусь на рекламу и связи с общественностью. Очень классная специальность, но по факту могу вам сказать, что ей можно обучиться и самостоятельно в вуз, для этого не нужен. Вот, поэтому это очень сильно так меня поддевает, потому что я сейчас учусь в научном отделении. И, правда, я искренне вздумаюсь в том, чтобы перейти все-таки на заочное, потому что работа, учеба и вы, мои любимые, я хочу уделять вам больше времени. Следующий вопрос, который меня очень часто задают, это какие же предметы я сдавала. Я сдавала русский, именно для этой специальности, для этого вуза. Я сдавала английский. Английский, кстати, можно заменить на историю, то есть там можно как-то выбрать. И также математика, причем математика базовая. Вот, так что Вера Валентиновна, привет. Я сдала хорошо математику, но она мне не пригодилась. Бам. Вот, и все, собственно говоря. И у вас должно быть просто что-то больше 200 баллов, 200 с чем-то ли, и... Нет, 200 с чем-то, наверное, все-таки вас берут. Как бы вообще абсолютно не парясь. Следующий вопрос, который мне очень часто задают, это про общежитие. Вуз дает общежитие. Причем у нашего вуза два общежития. На том, в котором жила я, на Трифолей. Это общежитие номер 5. Оно ближе, намного к центру. Это очень круто. По условиям оно похуже, но сейчас, как я узнала, его как-то ремонтируют, реконструируют. Не знаю, Саша говорит, что там становится лучше. Но я не думаю, что намного на самом деле. Вот. И второе общежитие. Оно находится дальше, но оно более крутое в том плане, что у вас несколько комнат, и как бы у вас свое вот такое вот помещение. Вот, то есть там у вас ванна своя, туалет и так далее, а не на всю общагу. Вот, это очень здорово, но оно находится дальше. Это ее минус. Следующее, опять же, совмещение с работой. Расписание. Расписание у нас выкладывается в конце месяца на следующий месяц. У нас нет такого, что каждая неделя повторяется или еще что-то. Расписание выстраивается вообще непонятным образом. Пара длится полтора часа. Вот. И чаще всего у нас как бы, ну, два, два или четыре экономики, например. Вот. И насчет сессии. У нас одна сессия в год. То есть в конце года, и она скоро к нам придет. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, в каком формате будет это проходить. Я вам потом все это расскажу. Во влогу буду рассказывать. Вот. Пока мы просто такие сидимые. сессии, что у кого-то их четыре на году, а у нас одна. Вот. И зимняя у нас действительно сессия не была. Были какие-то небольшие. У нас вообще есть периодические контрольные, как измерения. То есть у нас есть какие-то контрольные, проверочные. Не знаю. Нас спрашивают очень часто. То есть мы на уроке работаем. Преподаватель видит, как мы работаем. Он видит наши результаты. Так что в этом все в порядке. На нас полностью не наплевают. Все окей. И вот. И в конце года мы будем сдавать как раз таки сессию. Вот. И сегодня, например, я хочу попробовать защитить свою курсовую по рекламе, которую делала по журналу. То есть это тоже очень интересно. И я хочу от этого, наверное, перейти все-таки к преподавателям. Потому что это очень важно, я считаю, как люди могут преподнести информацию, заинтересовать вас. Так вот. Преподаватели на фейме на самом деле классные. Особенно по рекламе, по экономике. Это прям моя вообще любовь-любовь. Потому что по рекламе тебе всегда интересно. Тебе особо не рассказывать ничего нового. Просто систематизирует ту информацию, которая у тебя уже есть в голове. Накопленная с опытом или, может быть, где-то уже услышанная. И очень здорово то, что у нас проекты классные бывают. Например, вот какая-то курсовая. То есть мы выбирали какой-то малый бизнес. Ну, малый или средний, можно. Малый проще. Малый в Санкт-Петербурге. И должны были разработать для него рекламную кампанию. Но перед этим мы полностью изучаем рынок, как это делается в реальных условиях. Мы смотрим, какие действия были уже сделаны. Мы изучаем, что нравится целевой аудитории. В общем, мы действительно проводим какое-то исследование, которое приводит нас к тому, что мы должны сделать и как должны заинтересовать людей. То есть мне лично это очень нравится, потому что для меня, опять же, это полезно для использования, так скажем, на вас. Чтобы вас заинтересовало. Как бы в вас поднять какую-то, знаете, активность и, не знаю, желание, вовлеченность, желание мне написать что-то. То есть вот такие вот моменты мне действительно очень интересны. И интересно попробовать именно сначала в теории, а потом попробовать ее на практике. Вот. И вот, наверное, ради этого я пошла на этот факультет и на этот специально, чтобы теория-практика. Теория-практика. Это будет очень здорово, если так все и будет продолжаться. Что могу сказать? Учеба не очень сложная. То есть нас сильно не прессуют. Нас как бы... Мы лаитово учимся, так скажем. Но, тем не менее, все равно, кажется, каждый из нас должен чувствовать внутри себя ответственность, в первую очередь, за то, как ты учишься. То есть не наплевать, а все-таки делать какие-то вещи и задания, пускай не сразу, но тем не менее делать. Очень удобно совмещать с работой. То есть у нас такой график, то, что вы максимум учитесь до пяти, затем вы свободны. И в Санкт-Петербурге, на самом деле, миллион вакансий, которые начинаются с шести, с пяти, у которых график более гибкий. И когда вы можете приходить позже, например, четырех, там, часовой смены, например. В общем, вариантов куча. И работать в Санкт-Петербурге может каждый, если он это захочет. Опять же, вопрос к тому, как это все совмещать. В других вузах бывает по-другому. Бывает, они учатся до хрена, как долго, или наоборот, ну, как бы, утро у них свободно, вечер у них занят. У нас в этом плане намного проще. И последний аспект, который хочется захватить, это студенты. Я шла в вуз, чтобы найти друзей, чтобы, как-то, знаете, студенческую жизнь почувствовать. И знаете, что произошло? Произошло в точности, наоборот, и все так же, как и в школе. То есть я прихожу, отсиживаю, сторонка такая, привет, поработаем, пофишем, и выхожу. То есть какой-то социальной отдачи ни от себя, ни от кого-то я не получила. И я никого не виню ни в коем случае. Просто, наверное, во мне нет такого огонька, какого-то, знаете, социального, который хочет так совсем... Да-да-да, давайте, суд ставит, бла-бла-бла-бла-бла. Это круто, да. Но я понимаю то, что мне намного интереснее будет заниматься чем-то вне стен вуза, чем в вузе. И это мне принесет намного больше какого-то фидбэка от мира, нежели если бы я что-то делала в вузе. Возможно, я ошибаюсь, возможно, я когда-то пожалею, я не спорю, но пока что мое мнение таково. И вот, наверное, на этом все. Я вам, в принципе, рассказала все, что я хотела рассказать, что хотела рассказать о нашем вузе, об учебе, о моих ощущениях личных. И небольшой совет. Если вы тоже думаете туда поступать, то отнеситесь к этому вузу все-таки как лучше второму варианту. Попробуйте сначала поступить куда-то на бюджет, например. Действительно, попробуйте вложиться вот в это время, которое сейчас осталось, и прям, скажем, попотеть над теми знаниями, которые вы еще можете получить, которые вы можете добрать и которые потом сможете воспользоваться в экзамене. Вы можете поступить, вы можете сделать. И вы можете поступить куда вы захотите. У вас сейчас вот такой промежуток времени, когда короткая память должна работать просто как никогда в жизни. Так что пользуйтесь ей. Она способна вам помочь поступить в шикарный вуз, который принесет вам отдачу просто максимальную. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если будут какие-то еще вопросы, пишите в комментариях к этому видео, и я с радостью на них отвечу. Все, я вас целую и обнимаю, и надеюсь, увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok